На прошлой лекции мы с вами говорили о том, что такое типичный курс обучения. Сегодня мы поговорим о таких составляющих, как чтение, письменные работы, экзамены. Итак, из чего состоит типичный курс обучения? В бакалаврском уровне он включает в себя как лекционные занятия, так и самостоятельное чтение, написание письменных работ. И, конечно, он включает в себя определенные методы проверки знаний, как называют их учителя. Это тесты, экзамены или письменные работы. Прежде всего поговорим о чтении. Бакалаврская программа, как правило, использует достаточно много чтения, особенно если вы учитесь на предметах с гуманитарной составляющей. Если вы не любите читать, то вам придется отложить эту привычку, пока вы не закончили обучение. И читать придется много, литература разная, и я хотела бы рассказать, как наиболее эффективно это делает. Есть такой параметр, который называется гибкостью чтения. Что такое гибкость чтения? Когда вы изучаете большое количество литературы, вы не можете читать все книжки от корки до корки. Такого времени просто не существует, чтобы вы всю литературу прочли. Да и преподаватели, задающие на дом вам прочтение книги, не ожидают, что каждую из этих книг вы будете знать досконально. Как же можно читать книги? Книги можно читать по-разному. Есть разные подходы, которые используются для поиска информации. Есть разные виды чтения, которые используются для ознакомления с книгой. Есть более подробное детальное изучение книг, которые требуются, если эта книга учебник по вашему предмету. Давайте рассмотрим, как можно читать книгу, если она дана вам только для ознакомления. Ознакомление требует внимания к определенным местам в книге. Если вы возьмете стандартную книжку, то прежде всего вам бросается в глаза первая страница, на которой напечатано название. Но с другой стороны книжки указана аннотация. Аннотация это краткое содержание книги, в котором буквально в двух-трех предложениях изложено ее основное содержание. Для ознакомления очень полезно читать аннотацию. Аннотация даст вам представление о том, насколько эта книга вам нужна, насколько она полезна для углубленного изучения. Также очень полезно обращать внимание на содержание книжки, которое или расположено в конце книжки, или некоторые книги указывают его в начале. Содержание книги рассказывает о том, какие разделы и подразделы будет исследовать эта книга. Когда вы ищете какую-то информацию из книги, вам не обязательно прочитывать скрой сквозь ее главы. Достаточно определить то место, которое указано в содержании, которое соответствует вашему запросу, и открыть ваши страницы там. Прочтение этой информации и выбор ее из этой книги очень помогут вам, если вы будете делать какие-либо исследования по разным вопросам. Более глубоким методом прочтения является вынесение своего отношения к тексту. Это требуется, если вам дают задание написать отзыв о книге. Что вам делать в этом случае? Вы должны читать эту книгу и задавать себе вопрос, мне она нравится или не нравится? А что мне в ней нравится? А что мне в ней не нравится? Полезно по мере прочтения делать определенные заметки. Как правило, это требует неглубокого чтения, можно так сказать поверхностного чтения. Вы пробегаете книгу глазами, останавливаясь на более интересных и значимых местах. Соответственно, ваш отзыв о книге будет содержать информацию, какую книгу вы прочли, чем она вам показалась интересной, чем она вам не понравилась. Как правило, в заключении формулируется ваше общее отношение к книге. Но более углубленное чтение требует, конечно, более внимательного и более долгого времени. Когда вы не только знакомитесь с содержанием книги, но разбирайте его более подробно и по частям. Есть следующий уровень чтения, которое включает в себя анализ книги. В этом случае вы не только читаете содержание книги и указываете самые важные аспекты, но вы также знакомитесь с биографией автора и узнаете, почему он эту книгу написал. Давайте перейдем дальше. Кроме чтения, есть еще другие задания в вашем курсе. Иногда в качестве заданий дается студенту делать доклад на определенную тему. Что это такое? Доклад подразумевает знакомство с конкретно заданным вопросом и изложение ваших знаний того, что вы узнали по этому вопросу. Как правило, поощряется использование одного или двух источников, обобщенных источников, энциклопедий, исправочников или словарей. Иногда доклад требует выступления перед классом. Оценивает прежде всего ту информацию, которую человек подготовил, насколько она актуальна, насколько она интересно преподнесена и качество этой информации. Наиболее часто встречающимся в типовых курсах является экзамен, как проверка работ. Любите ли вы экзамены? Подаватели их тоже не любят. Итак, что же такое экзамен? Экзамен это проверка тех знаний, которые были выданы вам, которые были переданы вам в течение курса. Экзамен ставит своей целью, чтобы вы воспроизвели ту информацию, которая вам была уже дана. Экзамен может быть письменным, экзамен может быть устным, экзамен может проводиться в классе или экзамен может быть дан на дом. Но вы должны знать, что если вам экзамен дается на дом, несмотря на то, что это кажется гораздо более легким заданием, как правило, преподаватели создают такие вопросы, которые все-таки требуют у вас некоторого мысленного напряжения, а не только переписывания из учебники. Как правило, домашние экзамены бывают на порядок более сложные, чем экзамены в классе. Одним из видов экзаменов является тест. Тест предполагает тоже навык воспроизведения той информации, которую вы слышали, однако в тесте включены также возможные варианты ответов. Поэтому, с моей точки зрения, это упрощенный вариант экзамена. Вам не только нужно вспомнить, что говорилось, но у вас уже есть те варианты, ограниченное количество вариантов, из которых вам просто нужно выбрать наиболее подходящие. Иногда задание в курсу включает в себя написание реферат или курсовой работы. Реферат это работа, которая подразумевает в себя изложение какой-то определенной темы. На бакалаврском уровне рефераты включает в себя использование не более пяти-десяти источников. Поэтому рефераты это достаточно простое задание, когда вы аккумулируете информацию из источников и представляете ее в письменном виде. По сравнению с этим курсовая работа является гораздо более сложным заданием. Она подразумевает небольшое, но все-таки исследование какой-то определенной темы, постановку проблемы и предложение какого-то ответа на предложенную проблему. Курсовая работа требует анализа текста, требует поиска нестандартных путей мышления и предложения своего варианта, что не всегда бывает легко. Поэтому при выбору тем курсовых работ старайтесь выбирать темы наиболее интересные вам и те, которые могут принести какую-то практическую пользу. Среди других типичных заданий на курсы бывает участие в форуме, также составление голосолария. Форум это типичный метод интерактивного обучения, где проверка знаний осуществляется в виде вопроса, на который требуется студенту ответить. Часто ответ на этот вопрос связан с непосредственной жизнью этого человека. Обсуждение требует взаимодействия с несколькими студентами и выяснение каких-то общих позиций или общих вопросов на эту тему. Голосоларии это составление списка понятий, которые использованы в данном курсе и требует определенного навыка работы с понятиями и навыка систематизации. Вот и все, что мы сегодня поговорили по поводу заданий. Надеемся, что вы будете весьма успешны в выполнении тех заданий, которые дают вам преподаватели.